Татьяна Михайловна 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 Не менее важным, считает он вопрос, для чего человек живет. Выставка в Новосибирске расположилась тогда еще в старом здании картиной галереи на улице Советской. Это была четвертая выставка художников СССР и вторая для Новосибирска, писала Советская Сибирь в то время. На ней были представлены 175 работ художника. Центральное место в экспозиции занимал триптих «Распятое человечество». Как магнит тянул он к себе людей, стояли подолгу, вглядываясь в изображение, обмениваясь суждениями. Триптих принадлежит к той категории картин в творчестве художника, которые ставят нас лицом к лицу с проблемами современного человечества. Эти картины были написаны в годы Второй мировой войны, и можно представить, какие чувства были в душе у художника. Святослав Николаевич говорил, что триптих стал поворотным пунктом в его творчестве. Вот как сам художник рассказал об этих картинах в статье, опубликованной в одном из индийских журналов в 1966 году. Статья была переведена на русский язык Кирой Алексеевной Молчановой и в свое время прислана Натальей Дмитриевной Спириной. Святослав Рерих. «Распятое человечество». Этот триптих был начат мною в 1939 году и завершен в первые годы Второй мировой войны. Тема была подсказана теми мировыми событиями, которые достигли своей кульминации в ужасной войне, длившейся шесть долгих лет. Каждый надеялся тогда, что эта война завершит все войны человечества. Но опять, по прошествии двадцати лет неспокойного мира, разрушительные силы конфликта снова выявляют свои уродливые формы. Мрачные облака человеческой сломости, ненависти и алчности вновь набросили свои украшающие тени на мир, и тема триптиха остается животрепещущей. Картина состоит из трех внутренне связанных тем. К центральному панно «Распятое человечество» с правой стороны прилегает панно, названное «Куда идет человечество», и с левой стороны панно «Освобождение». На правом панно изображено человечество, вышедшее в тупик глубокого ущелья с угрожающей нависшими скалами. Бесконечный поток человечества вьется по этому ущелью. Группа людей в отчаянии сидит у пропастей. Темные скалы приобрели угрожающее очертание. Атмосфера безнадежности пронизывает всю эту сцену. Вверху штормовое небо, и темное нависающее облако человеческих очертаний плывет над процессией людей. На центральном панно изображены семь архангелов из апокалипсиса, выливающих семь огненных чаш божьего гнева на толпы караемого человечества на фоне пылающих городов и марширующих армий, освященных зловещим отблеском разорения. Крестом на этой сцене выдается гигантская фигура распятого человека. Две фигурки колена преклонились у его ног, в то время как две фигуры справа являются свидетелями. На левом панно изображена ярость стихийной борьбы человека с человеком, вернее человека со своими многими «я», только победа над которыми может укрепить торжество возрождения и истинное освобождение. Среди сплетающихся, борющихся фигур, сомкнувшейся в неистовом бою, выделяется фигура, старающаяся подняться из бездны страшного хаоса борьбы. Одновременно над всем этим в сфере розового цвета видна фигура человека, окруженная крылатыми фигурами и лучами света. Освободившийся человек, который покорил свои безобразные «я» и поднялся на следующий высший план озарения и бытия. Центральной темой триптиха является мысль о том, что человечество периодически само себя распинает. «И это будет продолжаться до тех пор, пока человек не изживет уродливые проявления своего «я» и не возвысится до новой и светоносной жизни, как освободившийся человек, разорвав оковы своей низшей сущности». В 1984 году триптих путешествует по городам Советского Союза в составе масштабной выставки, которую организовала Ольга Владимировна Румянцева, заведующая мемориальным кабинетом Рериха в Музее Востока. Проводя экскурсию, Святослав Николаев всегда начинал ее с триптиха, раз за разом добавляя штрихи к этой важной теме. Выступая перед посетителями в День Победы, он сказал, «Мысль – это энергия, которая творит, энергия, которая очень мощна. Долг каждого – думать красиво, приятно, широко, дружественно, позитивно. Будем же наполнять пространство вокруг себя позитивными мыслями и токами. Будем стараться стать более совершенными людьми каждый день. Пусть будет праздником Победы. Это зависит от нас». 30 января 1993 года Святослав Николаевич Рерих покинул земной план. Он был последним членом великой семьи, которая провела нас через весь XX век. Он ушел, а картины его остались. В настоящее время триптихораспятое человечество входит в собрание Государственного музея Рерихов, филиал Музея Востока. И его вместе с другими картинами Святослава Николаевича мы можем увидеть в Москве в 13-м павильоне ВДНХ. Сейчас мы увидим фрагмент экскурсии Святослава Николаевича, которую он проводил в Болгарии в 1978 году. Тут перед нами мой триптих, который я написал в начале Второй мировой войны. Он отражает мои чувства, мои переживания с того времени. В правом крыле вы видите людей, человечество, которое потеряло как бы свой путь среди этих диких ущелий и не знает, куда податься дальше. Центральное крыло это отражает человечество распятое. Сверху, с неба падает огонь, который опаляет города, селения. Справа вы видите население людей, которые не знают, что делать в страшном смятении. Налево проходят военные части, города горят, и через все это символ войны, распятое человечество. В левом крыле вы видите человека, борющегося с человеком. Может быть, с самим собой. Это как бы стихийное сражение человека с самим собой, человек с человеком. И из этого страшного, такого сражения, битвы, подымается, вырывается одна фигура, которая хочет освободиться от этого. И наверху, в розовом свете, стоит освещенный человек, который уже освободился от всего этого. То есть он поднялся на более высокую ступень. Это ключ к этому триптику. Я хотел именно изобразить здесь, что покуда человек не поднимется на более высокую ступень, покуда он не найдет каких-то новых решений в жизни, эти два других крыла триптика, то есть правые и центральные крыла, это будет повторяться. Таким образом, вы видите здесь именно мои чувства, которые так и остались и по сей день, и отражают мои настроения, как они были тогда и как они сейчас. Закончим наше выступление словами Святослава Николаевича Рериха, которое он произнес во время выступления в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина 31 мая 1960 года. «Каждый человек, который хочет стать лучше, служит всем другим. Он помогает всем другим. Вот это стремление стать лучше, чище и будет строить светлую и радостную жизнь, строить будущее». Спасибо. Спасибо.